С наступлением холодов у входа в офис общественной организации «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки бездомные собираются ежедневно. Раздавать лекарства и теплую одежду здесь начинают с 12 часов дня. Помощи волонтеры не отказывают никому. Сытый бездомный, он безопасный бездомный. Он не будет воровать. В морозы они начинают пить, для того, чтобы согреть. Помогают бездомным пережить холода и в православном приюте Ной. Здесь не только накормят, но и дадут кров. Это своего рода общежитие для тех, у кого нет дома. Есть постояльцы, работают, половину своей зарплаты отдают в общий фонд. Деньги идут на оплату аренды помещения. Чтобы помочь бездомным, специальный патруль департамента ежедневно выходит на улицы столицы. Его сотрудники беседуют с бродягами, кормят их, предлагают пройти реабилитацию. Кто-то соглашается, кто-то отказывается. Люди, живущие на улице, не всегда бездомные. По статистике, две трети из них – бродяги, которые не хотят работать. Пока жителей улиц никто не вправе обязать пройти реабилитацию, мыться, переодеваться. Но в скором времени, надеются социальные работники, появится закон об ограничении бродяжества. Проект внесен в Госдуму. Если его утвердят, ситуация на улицах городов явно изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова